Самого быстрого на Печоре определили традиционные водно-моторные гонки в Усцилимском районе. Из-за ветра старты оказались в какой-то момент даже под угрозой срыва, но с опозданием на час, когда наступила короткая погодная затишье, событие все-таки состоялось. Анастасия Тернина расскажет об этом. Высокий интерес речные гонки вызывают не только среди местного населения. Усцилимская формула-1 на воде известна далеко за пределами республики. Сегодня эти замечательные мужчины, в том числе, я смотрю, и девушки есть у нас тут в составе экипажей, которые тоже проявляют дух и отчаянный, наверное, настрой, создают впечатление своим мужчинам. И мне очень приятно сегодня пожелать им действительно победы. Ну а те, кто придут, может быть, не первыми, в этой ситуации нет проигравших, в этой все победители. С приветственным словом выступил и генеральный директор Лукоил Коми Александр Лейферид. На протяжении многих лет нефтяной гигант поддерживает проведение Усцилимских праздников и является основным социальным партнером Усцилимского района. В этом году сочетание многих юбилеев. 95 лет республики Коми, 10 лет вашему соревнованию, 25 лет нефтяной компании Лукоил. И мы как компания, как социальные партнеры вас поддерживали, будем поддерживать и всегда будем поддерживать и помогать возрождать наши традиции предков. Всех участников соревнований поделили на несколько категорий, в зависимости от мощности мотора, чтобы все было справедливо. И те, у кого мощность лодки не превышает 20 лошадиных сил, не встретились на большой воде с теми, у кого сила двигателя в два раза выше. И вот результаты. Первой на отечественных моторках пришла команда Вячеслава Дуркина и Евгения Чупрова. Здесь приняли участие все три лодки. В самом массовом заезде из девяти лодок с импортными моторами до 20 лошадиных сил победили Алексей Дуркин и Демян Чупров. До 30 – Вячеслав Дуркин и Антон Бабиков. На финал организаторы оставили самых громких участников. Но рев и сила мотора на лодке Ивана и Сергея Шерстюка оказался самым непревзойденным.